Это настоящее чудо света, самый большой мультимедийный фонтан в центре Дербента, создан нашими земляками. Именно с производства фонтанов начал свою деятельность Одинцовский электромеханический завод. Сегодня это перспективная и быстро развивающаяся компания по производству металлоизделий широкого спектра. Мы производим множество разных типов изделий, как наши собственные разработки, так и по чертежам и конструктиву заказчика. И вот сейчас много из наших направлений – это различные темы, связанные с импортозамещением. То, что я показывал – иглофильтры для водопонижения, оборудование для бассейнов, оборудование для станкостроения. От транспортеров стружки, кабинетных защит станков до корпусов гигиенической продукции из нержавеющей стали. Это крышки диспенсеров-полотенец, это профессиональное сантехническое оборудование для общественных мест из нержавеющей стали. Раньше такие возились из Польши, теперь мы освоили производство и делаем их. Любые металлические изделия, производимые на заводе, ни в чем не уступают европейским производителям. Это заготовка для водопада. Одно из наших направлений – это оборудование для бассейнов из нержавеющей стали. Это водопад типа «Кобра». Оттуда течет вода в бассейн. Над созданием любой детали трудится целая команда специалистов. Только методом проб, ошибок, доработок приходит к идеальному и качественному продукту. Сначала приходит идея. Мы понимаем, что мы хотим, прорабатываем рынок, что нужно заказчику. Делаем некоторые эскизы. Потом делаем трехмерную модель этого продукта. Делаем несколько опытных образцов. Причем последовательно. То есть сделали, посмотрели, испытали, поняли, какие недостатки, что можно улучшить. Сделали следующее. Опытные образцы проходят 5-6 циклов. Это занимает порой до полугода. Здесь необходимо терпение, скрупулезность и знающие профессионалы. А вот с кадрами – большая проблема. У нас достаточно в этом плане среднее обычное производство, требующее просто нормальных, квалифицированных рабочих. Слесарей, сварщиков, станочников. Абсолютно не каких-то космических уровней. И вот с такими кадрами проблемы просто колоссальные. Обучают новичков профессии с нуля. Да, было бы желание работать. Да и сами постоянно совершенствуются, говорит Александр. Продолжатель семейного дела и соучредитель завода. Меняется оборудование, технологии, запросы. Закупать новые дорогостоящие станки во многом помогают госпрограммы. Лазерный станок, который мы взяли два года назад, мы его взяли как раз с использованием субсидий. Потом подали заявку на субсидию, получили эту субсидию и использовали ее для дальнейшего развития. Купили уже следующую технику. Это очень такая полезная, хорошая вещь. На будущее большие планы. Тем более спрос на отечественную продукцию постоянно растет. Да и ушедшие с рынка зарубежные производители освободили дополнительное место для развития российского предпринимательства. Остается закрепить доверие потребителей и двигаться вперед. Полина Бахова, Фарид Харидинов, телекомпания Одинцова.